Здравствуйте! Сегодня мы начинаем цикл программ «Соседей по планете». О тех, кто живёт рядом с нами, украшает нашу жизнь и делает нас добрее. О животных, домашних и диких, об их породах, привычках, характерах. О помощи животным, их правильном содержании и воспитании. В передаче мы будем рассказывать о важных событиях, связанных с животными. Участие в съёмках примут кинологи, заводчики, сотрудники зоопарка, ветеринарные врачи и зоозащитники, известные каргандинцы и их домашние питомцы. Я Екатерина Коптева, и мы начинаем. Люди, с которыми тепло. Благотворительная вечеринка, устроенная на площадке одного из увеселительных заведений, прошла в Караганде. Эстафеты, конкурсы, костюмированный парад и ярмарка угощений ожидали гостей вечеринки. Но главной целью мероприятия была помощь приютам для бездомных животных, которые зимой нуждаются в поддержке горожан особенно сильно. Подробности с нашим корреспондентом. Снова растопить лёд и разогнать холод решили неугомонные владельцы Джек Рассел Тельеров, устроив зимнюю вечеринку с Глинтвейном, конкурсами, ярмаркой и призами. Десятки людей с детьми, питомцами и друзьями собрались вокруг разведённого очага. Вовсю торговала ярмарка, крутился лотерейный куб с номерками. В тёплых курточках и свитерах оживлённо носились лохматые гости праздника. Объяснить происходящую круговерть мы попросили организаторов события. Это второе мероприятие у нас в Караганде. Праздник в этот раз получился ещё больше. Ещё больше народу пришло. Очень много спонсоров, которые откликнулись на наше мероприятие, которые согласились принять участие в этом празднике, за что им огромное спасибо. Цель нашего мероприятия – это, конечно же, помощь бездомным животным. Недружелюбная среда, административные препоны – всё это усложняет жизнь владельцам и их мохнатым друзьям. А уж если хозяина у кошки или собаки нет, то выжить им в нашем городе нереально сложно. Поэтому организаторы праздника поставили перед собой не только развлекательные цели. Воспитать бережное отношение к тем, кто волей человека оказался в беде, научить детей любить и понимать животных – вот главная задача устроителей вечеринки. Мы своим примером хотим показать, что животные – это такие же члены нашего общества, которые нуждаются в поддержке, в помощи, которые имеют право на социализацию, имеют право быть любимыми. Особенно такие животные, которые остались без хозяев, которые живут на улицах. И сейчас, когда на улице такие морозы, им очень важно тепло и внимание. Часть средств, которые мы здесь собираем, мы отдаём на благотворительность и хотим своим примером призвать вас, чтобы вы тоже помогали, не проходили мимо чужой беды, чтобы вы не оставались в стороне. Деньги, собранные организаторами мероприятия, часть выручки от продажи товаров на ярмарке, пожертвования неравнодушных людей – вся эта помощь будет поделена поровну и отправлена двум карагандинским приютам для бездомных животных. Несмотря на то, что на улице очень холодно, у многих в домах очень холодно, и вообще у многих в душе очень холодно сейчас, здесь как раз таки всё совсем по-другому. Очень хотели бы обратить ваше внимание на то, что мы, люди, можем делать теплее для друг друга, ну и в первую очередь для животных. Пожалуйста, в такие морозы постарайтесь проявить немножечко внимания, угостите, накормите, пустите погреться – это очень важно. Гуманное отношение к животным невозможно без контакта с ними, без знакомства, без желания полюбить и понять их. Абсурдные административные запреты, попытки изолировать животных от общества никак этому не способствуют, идя в разрез как с человеческой природой, так и с законом об ответственном обращении, направленном в первую очередь на укрепление нравственности. Девчонки просто молодцы, им респект огромный, всем, которые организовали это. Это так здорово, это так хорошо. Посмотрите, очень многие пришли просто потрогать собачку, тактильно к ней прикоснуться. Это просто привитие нашим деткам, нашим просто как бы людям, которые всегда шарахаются, простите за такое выражение наших собак. Они просто великолепно все устроили, я очень рада за них, и мы рады, что попали сюда. Тысячи лет назад пещерные люди приручили диких животных и сделали их своими друзьями и помощниками. От современного человека для поддержания этой дружбы требуется гораздо меньше, просто немного любви и заботы, немного тепла, которое поможет и нам самим оставаться людьми. Ангелы приживают в своих облаках роскошных. Оттуда не докричатся, оттуда не дозвониться. А радости не посылают люди в собаках и кошках. В собаках быстрее доходят, в кошках дольше хранятся. В Казахстане единственный центр канистерапии находится в Караганде. И сегодня у нас в гостях канистерапевт, руководитель Центра естественного развития и коррекции ресурс, в котором сейчас базируется общественный фонд «Лапа помощи» Центр канистерапии Екатерина Класин. Канистерапия направлена на решение проблем социальной адаптации и интеграции детей с особенностями развития, заболеваниями опорно-двигательного аппарата, неврологическими проблемами. Существуют программы для слепых и слабоведящих детей, для их общего развития, повышения интереса к познанию внешнего мира, социализации, улучшения эмоционального состояния тоже используются собаки-терапевты. Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня вы к нам пришли не одна. Представьте, пожалуйста, своего питомца. Ну, это наша коллега. Мы ее так всем центром называем. Это Адея, собака-терапевт, порода лабрадора. Она работает в Центре канистерапии «Лапа помощи». Екатерина, расскажите, когда и как вам в голову пришла идея создать Центр канистерапии у нас в городе? Ну, в целом, в кинологии я практически всю свою жизнь нахожусь. И лет в 12 это была мечта о работе и воспитании собак-поводрей. Лет в 17 это уже была мечта поступить в Пермский военный университет по специальности кинология. Родители меня, разумеется, не отпустили туда. И это была зоозащита. Это было открытие филиала «Кара» в Караганде, Общество защиты животных казахстанского. И нас пригласили сначала в детский дом, мы попробовали сходить с собаками. И я поняла, что, да, дети и собаки вместе – это интересно, это то, что я могу и хотела бы делать. На тот момент я работала с собаками-спасателем на воде. Мы ездили на учебу, на сдачу нормативов, соревнования по службе спасения на воде. И мы попробовали с ними работать с детьми. Когда вы создали, открыли Центр, кто были ваши первые клиенты и как они вас нашли? Тут разница 8 лет между первыми клиентами и открытием фонда. Сначала мы начинали в негосударственном центре, который работал с детьми инвалидами. Мы пришли туда как волонтеры и предложили наши безвозмездные услуги по занятиям с собаками. Собственно, там мы провели первую презентацию, и все детки были – это те детки, кто ходил туда. Позже, 6 лет назад, мы открыли все-таки общественный фонд «Лапа помощи». Мы уже были в городе на слуху, и в кругах родителей особенных детей все знали о том, что в Караганде есть канистерапия, и многие хотели попробовать данный вид реабилитации для своих детей. А как сейчас обстоят дела? Сколько деток сейчас получают помощь, и сколько ждут свою очередь? В целом, на сегодняшний день 11 детей посещают занятия канистерапией. К сожалению, не у всех деток есть спонсоры, и они не могут посещать занятия в рамках «Лапы помощи», бесплатно данные занятия. Но еще у нас почти 100 детей стоят в очереди, кто хочет получать занятия именно коррекционные, особенные дети. Помимо этого, мы еще 6 лет занимаемся досуговыми занятиями с обычными детками. Это групповые, это занятия от группы от 3 лет малышей, и старшие школьники к нам приходят на групповые занятия. Я так понимаю, что Дея у вас не единственная собакотерапевт? Нет, Дея не единственная, Дея одна из. Так как это моя собака личная, она чаще бывает в центре, чаще работает. Если мы начинали 14 лет назад, это были собаки породы Ньюфаундленд. Позже к нам добавились лабрадоры, в том числе уже начали появляться мои лабрадоры. Работали, в принципе, с очень большим количеством различных пород. Это и маламуты, и хаски, и самоеды. Но вот как-то лабрадоров у нас больше всего оказалось в наших рядах. Но они более контактные, получается, да? Они более популярны в целом, в городе их больше, и, ну, может быть, контактные хозяева у них, поэтому так получилось. Екатерина, скажите, есть ли планы расширяться, и как вы планируете работать сегодня, когда абсурдные правила запрещают нахождение животных в медицинских, детских и образовательных учреждениях? Планы расширяться, в принципе, на протяжении многих лет были. И к нам обращались со многих городов Казахстана коллеги, кто хотел бы начинать канистерапию. Но понимая, то есть мы объясняли, что это работа, это серьезная работа, это коррекция с детьми. То есть это не про поиграть с собачкой. И отказывались все. То есть в момент, когда понимали уровень ответственности, все отказывались. Может быть, это и прекрасно, потому что, ну, если делать, то нужно делать хорошо и нужно делать правильно. И нужно понимать, что любой инструмент в неправильных руках может представлять опасность и угрозу. Собака в канистерапии тоже выступает в качестве инструмента в руках терапевта. Ну, в данный момент, не то чтобы расширяться, мы даже не можем понять, как нам работать. В четверг были приняты правила, завтра мы завезем наше письмо. Письмо от руководителей центра и от наших родителей в областной Маслихат, где будем просить ответа, как нам дальше работать и что мы можем делать в рамках данных правил. Екатерина, спасибо вам большое, что вы выделили время в своем плотном графике. Пришли к нам вместе с очаровательной Деей. Хочу выразить вам свое восхищение, пожелать всего самого доброго в вашем таком нелегком, скажем так, труде. И самое главное, что всем деткам пожелать тоже здоровья. Спасибо большое. Собака не просто друг человека. Собаки обладают многими качествами, сходными с человеческими. Они эмоциональны, они способны выражать свои переживания действиями, звуками, мимикой. С готовностью отвечают на наши инициативы. Именно поэтому они оказались не только нашими друзьями и помощниками, но и хорошими докторами. О делах сезонных. Зимой в гололед дороги и тротуары в городах посыпают агрессивными реагентами. Песко-соляная смесь легко справляется с гололедом. Но реагенты разъедают нежную кожу питомцев во время прогулок. Давайте разберемся, как спасти собачьи лапки от этих неприятностей. В составе реагентов присутствует соль и песок. Они царапают лапки, забиваются между подушечек и при таянии вызывают раздражение, трещинки и язвочки. При раздражении кожи собака инстинктивно вылизывает лапы. В реагентах часто используют модифицированный хлористый кальций, который способен вызвать отравление питомца. При вылизывании лап в организм могут попасть еще и соли тяжелых металлов, и продукты нефтепереработки с автомобильных дорог, которые также влияют негативно на здоровье собаки. Возвращаясь с прогулки, возьмите за правило тщательно промывать лапы теплой водой. Если раздражение уже началось, обработайте трещинки и язвочки на подушечках ветеринарными препаратами. Опасным зимой может быть не только раздражение от реагентов, но и обморожение. Внимательно следите за состоянием питомца. При первых признаках обморожения или раздражения реагентами проконсультируйтесь с ветеринарным врачом. И помните, профилактика всегда гораздо дешевле лечения. Будьте здоровы! А вы знаете, что владельцы собак меньше подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний? Такой вывод содержится в исследовании, в котором принимали участие почти 3,5 миллионов шведов. Команда шведских исследователей выяснила, что среди собачников гораздо меньше людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Особенно это касается владельцев охотничьих пород. По версии ученых, благодаря собакам владельцы больше общаются и ведут более активный образ жизни. К тому же у них меняется микробиом, то есть совокупность всех микроорганизмов в теле человека, в частности в кишечнике. Ученые считают, что собаки могут влиять на микробиом, так как приносят в дом новые микробы, с которыми в других обстоятельствах человек не сталкивается. Все это способствует укреплению иммунитета. Доктор Майкл Кнептон из Британского фонда по борьбе с сердечными заболеваниями согласен с выводами шведских коллег. У владельцев собак множество преимуществ, говорит он. Снижение риска сердечных заболеваний теперь можно считать одним из них. Тем не менее, большинство хозяев согласится, что главная причина завести собаку – это радость. Закончить нашу программу хочу словами Пифагора. До тех пор, пока люди будут массово продолжать убивать животных, они будут убивать друг друга. Тот, кто сеет семена убийства и боли, не пожнет радость и любовь. А для того, чтобы вам было нескучно ждать нашего следующего выпуска, мы объявляем фото и видеоконкурс «Пушистая елка». Присылайте самые забавные кадры и ролики о том, как ваши питомцы реагируют на новогоднюю елку и праздничный декор, которым вы, наверное, уже украсили свои дома и квартиры. Пусть позитивное видео порадует и наших телезрителей, и подписчиков. А пятеро самых потешных «Пушистиков» получат призы от наших спонсоров. До новых встреч!